Массовая купля-продажа футболистов уже не в моде. Лидеры российского чемпионата предпочитают действовать точечно, усиливать проблемные позиции, либо покупая игроков на перспективу. Во внутреннем первенстве с самым громким трансфером получился забивной нападающий искупание Лосина Троре. Игуарис наколотил почти два десятка голов и сделал пять передач. Дагестанский клуб не стал искупаться на жалкие 20 миллионов евро, попутно установив самый дарвый трансфер на 25 июля в чемпионате России. Старый новый талант для российского зрителя. Лосина Троре родился 20 августа 1990 года в Абиджане под Диуар. Имея гражданство, Буркина Фассо играет за слонов. В раннем возрасте из всех видов спорта выбрал футбол. 203 сантиметра. Это рост забивного нападающего. Сказать, что Лосина сходу стал супер-бомбардиром было бы преувеличение. За 27 матчей в двух сезонах всего 6 голов. Вопреки распространенному болельщиков мнению, что высокие форварды деревянные, Лосина демонстрирует чудеса гибкости. А голы в акробатических прыжках для него не редкость. Наглость африканцу не занимать. Лезет на защитников как-то. Забивает и правый, и левый. Демонстрирует технику. Неплохо читает игру. Благодаря своим габаритам и великолепной технике он забивает такие голы, которые многие юркие форварды не всегда забьют. Еще один ощутимый плюс это травмы. Они обходят его стороной. Из минусов стоит отметить, как и все молодые игроки передерживают мяч. Хоть Петреско его направил играть в комбинационный футбол, но иногда корни брали свое. И Лосина творил шедевры в чемпионате России. Бывало, от Роуре легче забить с острого Глайк или с лету, когда на нем висит несколько защитников, чем стопроцентный момент. Нестабильность. Слишком любит Лосина работать в оттяжке, караулить моменты и развивать атаки. Часто забивает, набегая на передовую, не давая защитнику времени на принятие верного позиционного решения. Вот и посмотрим, что ждет его самым звездным игроком российской премьер-лиги. Удачи тебе, Лосина Троре!